ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает почти Российские дороги не готовы принять автомобили с автопилотом и электрокары, кто бы сомневался Об этом заявил помощник президента Путина Игорь Левитин Чиновник при этом призвал к тому, что нужно строить дороги, адаптированные под новые технологии Ведь уже через 5 лет упомянутые транспортные средства должны стать для нас обыденностью ТРАССА СТО ОДИН Спрос на новые легкие коммерческие автомобили в России активно повышается Рост продаж в первой половине этого года по сравнению с тем же периодом 2016-го – 25% Самый популярный в настоящее время фургон – ГАЗЕЛЬ НЕКСТ Минимальный ценник – 1 миллион 160 тысяч рублей Да и вообще продукция Горьковского автозавода лидирует в данном сегменте На втором месте УАЗ, на третьем – АвтоВАЗ Далее идут Мерседес-Бенц и Форд ТРАССА СТО ОДИН Митсубиси вскоре возобновит продажи в России кроссовера ASX Причем японцы машину обновили Бамперы, решетка радиатора, оптика, колесные арки и так далее теперь выглядят иначе Что касается изменений в плане комфорта, то это, к примеру, улучшенная шумоизоляция Моторы прежние – бензиновые, объемом 1,6 мощностью 117 лошадиных сил и объемом 2 литра мощностью 150 лошадей Стоимость авто станет известна на днях ТРАССА СТООДИН Ладу Веста, работающую как на бензине, так и на метане, протестируют московские таксисты Машины извозчикам предоставят на месяц, по истечении которого они должны будут дать подробный отзыв о новинке Двухтопливная Веста, напомню, свободно продается Ее начальная стоимость – 580 900 рублей, на 55 тысяч больше обычной бензиновой версии Производитель заявляет, что при полностью заправленных баке и баллоне можно проехать более 1 тысячи километров Уникальный случай – в подмосковной Кашире пешеход отмазал водителя от штрафа за непропуск этого самого пешехода на зебре Когда находившиеся поблизости автоинспекторы остановили автолюбителя, пеший гражданин подошел к ним со словами Давайте видеофиксацию посмотрим, там видно, что скорость я не изменил и траекторию своего движения тоже Сотрудник ДПС нехотя согласился и после просмотра записи на служебном видеорегистраторе водителя отпустил На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте До свидания Трасса 101